Мир греческих богов и небесных тайн только на одну ночь открыл для всех Херсонес Таврический. Вечерняя подсветка, чарующие звуки классической музыки, античные нимфы от площадки к площадке словно оживали картины прошлого. Очень интересна такая сплоченность, когда все вместе и с семьей, то есть только вечером можем увидеться и какие-то такие мероприятия посетить. А спать не хочется? Нет. Это что-то особенное, под луной, под звездами изучать историю. Удивительные открытия в каждом зале музея. Именно для этой ночи сотрудники подготовили то, что было скрыто от глаз ранее. Мы стараемся именно в эту ночь из своих запасников открыть тот предмет, который в обычной музейной жизни будет закрыт для посетителей. То есть это что-то особое, это что-то такое мгновенное, что можно увидеть именно в эту ночь, в этот раз и запомнить навсегда. В этом году старинные ювелирные украшения, которые были найдены археологами во время строительства трассы Таврида в 2018 году. Они станут первыми экспонатами будущей экспозиции. Это очень большая коллекция, которую будет владеть музей. Порядка 20 тысяч предметов, так заявили исследователи. Причем не только предметы из драгметаллов в ней присутствуют. Это стекло, это потрясающие вещи из керамики, это железные мечи с сохранившими остатками деревянных ножен. Именно в ночь музея в Херсонесе Таврическом представили и античные геммы. Камни в древности использовали в качестве вставок для перстней. Они служили и печатями для своих владельцев. Наполеон сказал своим солдатам, что история смотрит на вас с этих пирамид. История смотрит на нас с руин Херсонеса. И это не только наше внутреннее достояние, это достояние всего человечества. И это достояние не только нашего поколения, а это достояние всех тех поколений, которые придут к нам на смену. Сад, миниатюр, мастер-классы, мини-экскурсии по звездному небу. В эту ночь Херсонес Таврический был больше, чем музей. Здесь смогли объединить прошлое с настоящим и заглянуть, пусть ненадолго, в будущее. Эта ночь музеев побила все рекорды и по посещаемости, и по времени работы. Ведь последняя площадка Константиновской батареи закрылась с рассветом. Ночь тайн, ночь удивительных открытий обязательно повторится, но уже в следующем году. Ольга Кислицына, Антон Терешкин, Вести, Севастополь.